Дети-магнитки вступят в борьбу за звание лучшего коллектива России. В конце марта эта известная хореографическая студия примет участие в заключительном этапе национального конкурса «Весна священная». Инициатором его проведения стал благотворительный фонд «Илзелиепе», ориентированный на выявление и поддержку одаренных танцоров. Стоит отметить, что это состязание поможет не только выявить самых-самых, но и даст возможность принять участие в первом детском танцевальном шоу. Нас заметили и приветили. Так полушутя прокомментировала участие своего коллектива в конкурсе Светлана Попова. Оргкомитет национальной премии в области детского танца в течение всего прошлого года отслеживал самые крупные фестивали «Биряна Карандаш Лучших». Не попасть в поле зрения ее экспертов дети-магнитки просто не могли. Без призовых мест, с танцевальных состязаний студия давно уже не уезжает, собрав за 15 лет работы порядка 150 наград. Мы уже принимали участие в подобном конкурсе, потому что первый такой конкурс Илзельепа назывался «Волшебная туфелька». Вот это было в апреле 2015 года, вот уже стоит вот этот вот замечательный приз. Это гран-при, гран-при конкурса «Волшебная туфелька», он так назывался. Дальше из этого конкурса он вырос и превратился в национальную премию «Весна священная». Словом, лидерами этих танцевальных состязаний магнитогорцы уже были. Теперь же есть шансы попробовать получить титул лучшего коллектива России. На национальный конкурс студия представит два хореографических номера, каждый из которых превратится в настоящее театральное представление. Приглашены на этот раз наша младшая группа с двумя номерами «Итальяна Момента» и «Дачная история». Там есть у нас ботаники-исследователи, которые отправляются на охоту, чтобы создать коллекцию ботаническую, зоологическую, поймать мотыльков и бабочек. И они наблюдают за этими насекомыми. И второй взгляд – это сами насекомые, которые наблюдают за ботаниками. Историю этих забавных взаимоотношений малышам нужно хорошо и сыграть, и станцевать. Так что работа в коллективе кипит с утра до вечера. Сами ребята настроены только на победу, ведь именно она даст возможность впервые попробовать себя в настоящем танцевальном шоу. Я очень хочу попасть, мне надо очень сильно слушать учителя. Надо смотреть, думать и понимать, что учитель говорит. И вот когда ты стараешься, ты должен все напрягать и стараться делать это все хорошо. Стоит отметить, что участие в спектакле, который станет своеобразным творческим итогом национального конкурса, для ребят это не вопрос престижа, а скорее возможность узнать что-то новое. Ведь таких высоких результатов коллектив достигает отнюдь не муштруй. Посредством танца Светлана Попова учит своих воспитанников размышлять о себе, о жизни, о людях. Те, кто видел эти выступления, единодушно отмечают, что удивительная преданность этих детей тому делу, которым они занимаются, остается в памяти надолго. И что члены жюри национального конкурса не заметить и не отметить это просто не смогут. Мне нравится, потому что с ними интересно работать. У меня хорошая команда. Мы дети-магнитки!